Всем привет! Первый канал, вы с Олегом Соскиным. 27 июня. Уже почти нет одного летнего месяца. И все, все, все идет, все. Агрессия продолжается, более того, набирает обороты, интенсивность растет. Захваченная оккупированная территория Российской Федерации и Белоруссии нынки Украины сбильшуется, яку вони захопыли. Армия, Зеленский и все прочие заложные говорят, что это все идет по плану. Сдача городов Северодонецка, Золотого, Горского и так далее. Сейчас уже говорят, что могут Лисичанск отдать, там всякие эксперты уже про это рассказывают. Жданов такой вроде как есть. Да, тот вообще все знает, откуда он все знает. В январе месяце этого года вообще никто этого Жданова не знал, отставного какого-то. А тут уже он прямо везде, и там прямо миллионы его смотрят. Вы мне хоть расскажите, как это происходит? Как этот набор набирается таких этих просмотров, понимаете? Дело же даже не в том, что там как-то какой-то там появляется к нему чувство такое недобросовестного конкуренции и так далее. А просто даже интересно, хочется своему понять, как это происходит, да? То есть, ну вот смотришь там Арестовича, там понятно, да. Ну, он умный, ну, очень умный. Алексей очень умный, он артист величайший там и так далее. Он и так может, и я так может. Вообще, конечно, но... Ну, плюс все равно. Настоящий. Как бы там можно любить, его не любить, но надо говорить там. Ну, Подоляк, да, Миша там тоже нормально там. Ну, Данилов там, секретарь РНБО. Ну, Зеленский там. Ну, кто еще? Я имею в виду как бы месседжеры, да? Вернее, ну, те, которые... Ньюсмейкеры, так скажем, да? Ну, вот кого не посмотришь. Пянтковский там. Ну, Иларионов что-то совсем мало стало там. Потом там этот Фегин, например. Ну, как бы понятно, да? Понятно соразмерность вот того, что они набирают. Ну, Портников там тоже понятно соразмерность. Там Небоженко там. То есть, все как бы понятно, да? Там еще разные. Ну, Политеки же можно тоже посмотреть. А тут вот этот Фролов, он просто выпадает из этого ряда. Я вот просто не могу этот феномен объяснить. Может, он там был где-то на обозревателе. То есть, как это происходит? Это какое-то явление такое интересное. Нам бы его знать хотелось бы. Что это такое? Как получаются вот эти миллионы, сотни тысяч просмотров там за несколько часов буквально? Просто, как слышат фамилию, как этот, Фролов, все сразу раз. Я бы все время что-то хочу Ждановым назвать. Не могу понять, почему. Все раз, сразу бросаются. Все бросают. Там пиво пить бросают. Там мне пишет один. Говорит, мы с товарищами, когда вас смотрим, купим ящик пива. Там все, сядем в гараже. Там этот, этот. Другие пишут. Нас там целое село вас смотрит. А тут, получается, целые города его смотрят. Все сразу, кем дает команду? Там, мэр Киева или Синегубов, Харьковский администратор там. Или мэры Одессы там и других. Сразу говорят, выступает кто? Кто? Залужный, Зеленский, Ермоний. Да нет, это вообще лузеры. Выступает сам этот, как его там, Фролов. Или Жданов, да? И все бросаются прямо к этим своим пристроям. Ему, да, смотрят, что ж он скажет? Что ж он такое нам скажет? Чего мы ни от кого не услышим? Понимаете? Поэтому я себе думаю, может, я чего не понимаю? Так вы мне, так сказать, сермяжную правду расскажите. Ну, это так. Ради прикола. Но явление вот такое и есть. Просто даже удивительное явление. Ну, а теперь давайте по-серьезному. Так я вам рассказал вот про этот фильм. Про то, что Франция 2 сделала. Про вот этот последний перед войной Путина-Макрона разговор. По инициативе, естественно, Макрона. Ну, про то, что Путин готовился в хоккей играть. Макрон его оторвал и так далее. Про то, что встреча с Байденом не произошла. Ну, то такое. Теперь давайте вот перекинем мостик в нынешнюю ситуацию. Да? То есть ситуация вот в конец уже июня месяца. Что получается? Получается практически ситуация такая нехорошая, на мой взгляд. То есть Путин живее всех живых. Он в Ленинграде, Петербурге встретился, вызвал туда этого... Дважды с этой психсправкой свою эту... Галема, Лукашенко, да? Гауляйтера. И четко ему сказал, что будем делать. Гауляйтер взял под козырек. И вот тут что произошло? Важно, я думаю. Смотрите. Планируется, что 30 июня, 1 июля будет в Минске так называемый форум регионов союзного государства. Девятый, кажется. И вдруг там говорилось, что его посетит сам Путин. И вот уже Путин не будет его посещать. Более того, Валентина Матвиенко, это вечный, так сказать, спикер. То есть ее как с Ленинграда пересадили с администрацией. Она там сидела, да? Вот на эту верхнюю палату их главных этих так называемого законодательного московицкого органа. Они себя сенаторами называют. С них такие сенаторы, как из фекалий пуля. Вот. Так она что заявила? Она заявила, что типа не будет Путина там. Вот. Не приедет он в Минск. Нечего ему там. Не царя это дело. Вот. Не царское дело по всяким Минском там лазить. Пинским болотом. И вообще будет какая-то видеосвязь. И вообще непонятно, кто и будет. Ну, уже понятно, что Путин так точно. Ну, не будет. Потому что и включение они ему не могут этого обеспечить. 30-го. Я так понимаю. И первого там вообще непонятно. Но другое будет интересно. Что именно? Интересно будет следующее. Что вот в этот период с 29 по 1 июля посетит Беларусь Лавров. Целый министр иностранных дел. Тоже ж, слава богу, мужичок. Где-то возраст у него, как у Гундяева. Так бы генерала. Ну, это тоже ж какой-то офицер КГБ. Так вот, и будет. Но посетит он его не в связи с этим форумом региона. На нем он, в столе лет ему он снился. А в связи с празднованием 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Российской Федерацией. Вот какая штука интересная получается. Понимаете? То есть, понизили они ему этот статус. И, то есть, Лукашенко отгреб, видно, в этом Ленинграде, Петербурге, от Путина по полной программе. По полной программе. Теперь давайте подумаем. То есть, посылают теперь туда Лаврова. Помните, да? Когда вот эти были тяжелые периоды с Лукашенко. Вот, когда его хотели убрать, и надо было убрать, потому что эта девушка случайно вроде как перемогла на этих президентских выборах. Помните, поездки были. Эта поездка была, кого первого? Мишустина, кажется. А потом Лаврова, да? Сейчас Мишустин тоже сказал, что приедет Путин к нему. А оказалось, что Мишустин не в курсе. То есть, Мишустину ребята путинские дали под зад. Что ты там под ногами не путайся, куда, так сказать, самому амператору ездить. Знай свое, Мишустин, место мыторское. И там посадили тебя. Каждый сверчок должен знать, что свой Мишустин. Шесток. Вот. Ну и поедет Лавров. То есть, значит, ситуация там кризисная. Плохая там ситуация. Потому что она повторяет нам кадры из ситуации, когда Лукашенко висел на волоске после президентских выборов. И тогда только, так сказать, дряблость Запада и совершенная, ой, как бы это мягко выразиться, мягкотелость Польши, Литвы и Украины на уседы Зеленского и этого, как его там, президента Польши, да? Не позволило, не позволило установить правильную демократическую модель власти в Беларуси. Понимаете? Вот Кочинского помню. А этот, как там, этого? Такой у них президент. Ну, он всегда был помощником у Кочинского. Он же, как бы, не имеет биографии. Он хороший парень. Ну, биографии же у него нет. Он просто был мальчиком на побегушках, к сожалению, у братьев Кочинских. Ну, они хороший парень, они его потом вот так ввели, ввели, ввели его. Стал президентом. Вот. Теперь смотрите, что дальше происходит. Дальше такая ситуация. Итак, Лавров будет в кризисный период находиться в Минске. Что готово к этому периоду? Ну, чуть-чуть более-менее готово. Сколько там? Ну, где-то, я так думаю, реально, где-то 7, так называемых, вот этих батальона штурмовых групп. Нету 10 тысяч у них. Где-то 7 тысяч, может, там, 5 тысяч, 6 тысяч таких есть. И вот варианты. Как они будут наступать? То есть, видимо, Лукашенко пойдет уже в атаку. То есть, все готово. Вопрос, куда он, куда его Путин пустит? То ли на литовское направление, на вот этот коридор Сувалковский, то ли пустят его все-таки на Украину. Давайте рассмотрим оба варианта. Сувалковский коридор, на вот этот Алютус, мы с вами, я вам уже его рассказывал. Рассказывал, разжевывал месяцами. Теперь все говорят, да, пойдет, пойдет. А что же вы не слушали, когда Соскин вам говорил уже, там, не знаю, год назад или когда, что это будет. Давайте посмотрим, вот, может ли быть атака в Украину. Вот это меня, честно говоря, как-то начинает напрягать. И мне это очень, что, не нравится. Вот, хочу вам рассказать. Мне там пишут, Олег Игоревич, вы говорили, что они высадятся на этом, как он называется, на Закарпатье. Так вы радуетесь, что не высадились? Радуйтесь, слава Богу. Он сколько, почти все области по периметру бомбят. Могут и туда бомбануть. Это ж не проблема. Он Львовскую область бомбанули, все время тревоги идут. Там эти тоже есть, где она связана с Закарпатьем, не дай Бог. Он в Киев бомбанули. Иди этот Кличко, приехал он. Ну, я думаю, они с братьями миллиардеры. И они не могут достать эти ракеты РСЗО, чтобы отражать, защищать Киев. В Киеве сколько миллиардеров живет? Что, купить не могут? Вот Южную Корею купите, возьмите. Сколько вам там надо, чтобы Киев закрыть? Но давайте про другое. Итак, про Путина я вам рассказал. То есть, там важное было, что он готов в хоккей играть 20 февраля. А поговорим мы про следующее. Это про Волынь. Вот если вы откроете карту, там образуется такой треугольник. Треугольник такой. Ну, во-первых, Брест. И там небольшое селение возле границы. Называется Малорита. С белорусской стороны. Западнее идет Хелм. От Малориты до Хелма 132 километра. А там еще километров 60 и Люблин вместе с аэропортом. А восточнее, на Украину, на юг, идет Ковель. 96 километров. Вот мне этот треугольник очень не нравится, дорогие мои. Я не знаю, как там Залужному, Ермаку, Зеленскому, МИ-6, ЦРУ, Пентагону и английскому штабу. Но вот этот треугольник, вот от Бреста, Малорита, Хелм, Люблин, Ковель. А там дальше этот идет Луцк. И там Шацкие озера сверху. А там две дороги заходят прямо на Ковель. Ну и одна дорога очень классная на Хелм идет польский. Вот если бить, то бить надо в этот треугольник. Он просто фактически абсолютно органично готов для вторжения. И тогда, конечно, можно нанести параллельно удар по Львову, по Люблину, по Вильнюсу. Ну и так далее, и так далее. Целый букет сделать. И ударить по Закарпатью. Для отвлечения. И мне очень, не знаю как вам, очень не понравились ролики Шойгу в Лугандоне. Там они все были без звука. Но кусок потом был за звук, где он дает награды представителям воздушно-десантных войск. И показывает им, что они там типа совсем выжившие. Ну типа думать надо. Говорят, думать надо. А я так понял, что он им говорит, вы совсем, у вас клепки нет. Рукой он ему своего виска крутит. Вот это очень серьезное событие. То есть могут ли быть там задействованы подразделения воздушно-десантных войск Российской Федерации? Да, могут. Элементарно. Могут ли они вместе с белорусской группировкой ударить вот по этому треугольнику? Да, могут. Там бить нечего. Есть ли у них для этого соответствующие силы? Да, есть. В Брест там все время Мозырь-Брест, Гостомель-Брест. То есть Гомель-Брест. Там постоянно ездят эти составы. 20 сейчас они там сколько там этих эшелонов они отдали. Сейчас расконсервировали советского оружия. Могут ли там находиться российские контрактники-добровольцы? Конечно, могут. Тем более они сейчас могут им давать новые там возможности. Там денег просто бешеные платят. Готова ли система натовская, ну и украинская, отразить это нашествие польское? Я не уверен в этом треугольнике. Он очень сложный для обороны. Есть одна особенность волынян. Они такие, знаете, очень, вот сколько я ездил в Ковель, в Луцк. Они инертные. Они такие спокойные. Это флегматов там очень много. Это хорошо. Вот. И им всегда кажется, что с ним и такого не может трапитись. Говорят там, я говорил со своими друзьями, товарищами и так далее разными. Говорят, что типа все-таки Олег Ильич там есть. Все. Я тоже верю, что есть. Но я не знаю, есть ли в районе Шатских озер. В районе Любомля, Ковеля, Хелма, Люблина. И вот этой, как она называется, малориты. Там что есть. Был я на Шатских озерах. Там такие леса. Там столько белых грибов. Ой-ой-ой. То не дай бог. Не дай бог, ребята, если там начнется вырубка. Поэтому в этом году, кстати, вот мне говорили несколько лет назад, я помню, в Закарпатье. Говорит, Олег Ильич, друзей у меня очень много. Такие урожаи белых грибов. А один мне говорит, вот у меня бабушка говорила, что это было перед Второй мировой войной. Говорит. Их было хоть косой коси. Говорит. Вот интересно, как там на Волыне. Много сейчас белых грибов или как? Поэтому, ну, муравьев вам скажу очень много. Муравейников много появилось. Знаете, муравьи это же как солдаты. Тоже такое нехорошее явление. Оно же все взаимосвязано в этих цепочках. Поэтому я бы вот так сказал, что если рассматривать удар Беларуси по Украине, то Житомирская область, Черниговская, не выйдет у них там ничего. Не выйдет. Там их просто будут вырезать на консервы, на тушенку. Ривненская. Там может быть удар на атомную станцию. Но тоже Ривня, вот это Полесье, Ривненчане, они там, я сколько был, ездил. Они такие ребята заводные. И там мощные националисты. И на Волыне тоже очень мощные. И там традиции колоссальные. Там Оуну, Па и все прочее. Но меня что-то там вот беспокоит. Беспокоит меня вот этот треугольник. Был я в Хелме, был я в Люблине. Там у них просто один этот самый Прайд и все прочее. Поэтому мне кажется, что там есть чревоточина. Вот я бы эту модель так вам описал. Ну и вторая модель, этот Алиутас, это этот Калининградский анклав и так далее. Там тоже все готово. В принципе, там готово. И они могут бахнуть оттуда. Потому что еще недели две и Калининградская область сядет на карточную систему. Плюс Россия и Запад объявил уже дефолт. Все, уже Блумберг им сказал, ребята, давайте идите, подмывайтесь. Дальше будут... Джалила классно им все описал. Пусть они его читают. Молодец, Ярослав. Дальше будут санкции, санкции и, так сказать, будут соответствующий арбитраж. И потом накладываются аресты на все их активы и пассивы и все остальное. Поэтому, московиты, готовьтесь по полной программе. Тут главное, чтобы Украина своего не потеряла. Поэтому аресты начинаются просто. Россию будут фейсом аптейбл. Так что, мама, не горюй. Но вот эти две вещи. И это должно где-то произойти буквально совсем недалеко. Я думаю, эти могут две операции быть увязаны. Удар по Украине, вот в районе Волыни. Львов, Закарпатья. Польша, Литва. И удар сразу же по Калининграду, по Сувалковскому коридору. Они могут быть взаимосвязаны. Два удара. И я думаю, у них все для этого готово. Я вам сейчас расскажу. А может быть, да, надо. Может, сегодня 27-го. Нет, надо 28-го расскажу. Тогда еще вот эту следующую часть. Что делать будет Путин в этот период. Смотрите Олега Ильича. Поддержите канал. Давайте донаты. Это очень хорошо. И на Монобанк там где-то. Гороховский там. Он один из собственников. Поэтому ты же там не мешай. Пусть люди дают. Что ты? Вопросы мне задают. У тебя же там написано. Люди интересуются. Люди хотят знать, как им дальше жить. Вот и все. Вот поэтому еще раз говорю. В Восточной Польше в Люблине не сидите. Не надо. Там у меня друг есть. Консул Павлюк Вася. Хороший парень такой. Вот, Вася. Я думаю, у тебя сейчас может там в Люблине быть очень тяжелая ситуация. Обрати на это внимание. Вот. Включи. Ты же там свободовец. Давний. Так что давай там поднимайте. Львов. Львов красавец. Представляете. Жалко будет. Садовой там только не только с собачками и кошечками. Пусть там ходит. Надо же еще чем-то заниматься. Вот. Ну и Ковель. Ребята, там же вы бизнесмены. Там тоже не только аж про деньги думаете и про рестораны. Еще чем-то озаботьтесь. Потому что все же может быть. А потом что? Самая всегда плаганная часть, мы же знаем с вами, да, это первый день вторжения. Потом оно уже как-то нормализуется. А вот все, что они в первый день сделают, может, надо нашим войти в Малориту эту вместе с поляками. Что там идти там? Да и упредить. Упреждающий удар сделать. Да и нормально будет. Вот. Все равно же нападут. Все. Лукашенко должен напасть. У него нет никаких уже вариантов. Ему сказали, что. Или, или. Или он начинает. Или Вольфович. Александр Георгиевич, тот Александр Георгиевич, тот Александр Георгиевич. А Вольфович аж копытами бьет и готов начать. И Лавров для этого, может, и приезжает. Ну ладно, посмотрим. Вы с Олегом Игоревичем, Соскиным. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok